Итак, мы начинаем говорить о реляционной модели данных. Для того, чтобы о ней поговорить, надо в первую очередь разобраться с тем, что же такое, собственно, модель данных. Думаю, верно будет утверждать, что общего определения модели данных не существует, поэтому мы попытаемся разобраться с тем, что это такое, на основе некого набора компонентов. Итак, можно сказать, что модель данных описывается некоторыми частями. Первая часть – это некая структурная часть, то есть набор понятий или объектов, которые характерны именно для этой модели данных. Вторая часть – это набор операций и операторов, которые используются для работы с этими объектами. И третья часть – это некие структурные ограничения или ограничения доступа к данным в рамках этой модели. Именно об этом и говорит Date, описывая модель данных как набор из трех частей. Первая часть – структурная часть, то есть те компоненты, которые используются в модели данных. Для примера можно взять иерархическую модель данных, где структурной частью является описание схемы данных в виде графа, который представляет собой дерево. Манипуляционная часть – это набор операторов, которые позволяют, которые могут быть использованы для работы с данным. И третья часть – это ограничения целостности. Это такие ограничения, которые должны всегда выполняться для любой базы данных в рамках определенной модели. Не только для любой базы данных, но и любая система управления базами данных. Если она причисляет себя к управлению базы данных определенной модели, то она должна выполнять обеспечение ограничений целостности, которые характерны для данной модели. Если говорить о той же иерархической модели данных, то можно сказать, что ограничением целостности является возможность у каждого узла модели иметь несколько потомков, но при этом иметь только одного предка. Это просто в качестве примера. Сразу необходимо оговориться, что в рамках рассмотрения реализационной модели данных мы будем немного смешивать понятия реализационной модели данных и SQL. Делать мы это будем осознанно для того, чтобы проще было понять набор объектов, набор операций и набор ограничений, которые имеются в реализационной модели данных. А в конце мы поговорим как раз об отличиях этих моделей с тем, чтобы было четкое понимание, почему они все-таки немножечко, но разные.